Здравствуйте, дорогие мои девочки! Ну что, начинаем, как обычно, наши еженедельные посиделки. Как обычно, начинаю вас отвлекать, развлекать. Оставляйте все свои дела, выбрасывайте из головы все тревоги и заботы. Будем с вами развлекаться нашими девчачьими делами. Ну, начнем, как обычно, вы знаете о чем. Я вам сейчас буду показывать по хвостушке. Была в магазине Онот Джамп. Когда-то вам об этом рассказывала о нем и показывала его. Поэтому не стала уже его снимать в очередной раз и показывать, что там продается. Там очень много всего продается. И я попала как раз на такую, на акцию. За 200 шекелей можно было купить 4 вещи. А если покупаешь одну вещь, то эта стоит гораздо дороже. Сейчас скажу, что такое 200 шекелей. 200 шекелей это 60 долларов. Поэтому каждая вещь оказалась по цене 15 долларов. Это 50 шекелей. Вы понимаете, как я могла оттуда уйти? Ну, никак. Вы же сами знаете, девочки. Мы модницы, очень любим новые вещи. И тем более по такой цене купить вещь это большое удовольствие. Начинаю показывать вам. Первая вещь, которую я купила, это комбез. Вот полюбила я комбезы. Полюбила, но еще не ношу, но собираюсь. В общем, когда моя любовь приобретет обширные размеры, тогда я начну их активно носить. В общем, вот такой вот комбез из тоненького хлопка. Выглядит как выленелая тряпка. И этим он мне очень нравится. Смотрите, девочки. Там был еще с вышивкой, но я решила воздержаться от вышивки. Не очень я большая любительница. И взяла его просто однотонный. У него хорошая пройма. И на кулиску затягивается он на талии. Укороченные штанишки. Сейчас покажу. Вот такие вот, смотрите. Укороченные штанишки. Я люблю укороченные штанишки. Помните, мы даже на эту тему с вами дискутировали, что девочки писали, укорачивает ноги штанишки. Ну, я так не считаю. Мне нравятся укороченные. Даже стилисты рекомендуют открывать свое запястье и щиколотку. Поэтому будем открывать. Следовать духу времени. Вот такой, в общем, замечательный комбез. Я думаю, нужно подобрать сюда под него какую-то майку. Девочки, у которых красивые руки, могут надеть майку-алкоголичку, например. Это будет очень необычно так смотреться. Бретельки этой майки будут выглядывать здесь поближе к шее. Это будет красиво. Я видела на одной девушке. Мне очень понравилось. Но она, правда, была худощавая и молодая. И поэтому я, конечно, не рискну надеть футболку с открытыми руками. А кто рискнет, то бога ради. Это очень как раз будет стильный вариант. Вторая вещь уже на мне надета. Это вот такая вот футболочка в полосочку. Вы знаете, девочки, что полоску, ну, я не знаю, как в других странах. Ну, вот здесь у нас в Израиле, я все время ищу полоску именно цветную. Вот тельняшки с цветной полоской. Ну, никак ничего не получается. Вот в одном из роликов я нашла такую с длинным рукавом, зеленую с белым. Вы видели с белым сарафаном. А вот теперь мне попалась бежевая с белым. Ну, я тоже думаю, это очень красиво смотрится. Купила ее. Тем более, взяла на размер больше. Рукавчик такой до локтя. А здесь повязала узелок. Узелок. Вот, может быть, видно его чуть-чуть? Узелок повязала, чтобы не было... Ну, не буду сейчас поднимать это все высоко. Увидите в каком-нибудь из роликов, из лучков. Я вам покажу, как это все делается. На это не будем отвлекаться. Второй комбез. Это еще не все, вы думаете? Вы думаете, девочки, я ограничилась, моя любовь ограничилась одним комбезом? А нет. Нет. Вот и второй комбез. Смотрите, какой тоже балахонистый, чудный, тоже тоненький, хлопковый. Тоже из денима такого тонкого, летнего и другого цвета. И немножко другой фасон. То же самое будем носить под футболки. И главное, что мне нравится, что очень тут глубокая пройма, почти до талии. Не почти, а вообще до талии. А нет. Да, до талии. И это все очень красиво будет смотреться. Только он оказался очень длинным. Ну, надо над ним поработать. Вы знаете, я люблю все переделывать. И тогда я вам обязательно составлю с ним лучок. И вы его увидите, посмотрите. Следующая моя покупка, это рубашка. Смотрите, какая хорошая, интересная рубашка. Какого красивого цвета. Такой зеленовато-серый. И главное, что мне нравится, что она вываренная рубашка. Ну и представьте, за 15 долларов такую рубашку. Сейчас, конечно, у нас уже жарковато надевать эту рубашку. Но когда похолодает, то очень даже она интересно будет смотреться, выглядывая из-под чего-то. Или даже просто так с жилетом. Ну, в общем, мы же с вами модницы, рукодельницы, выдумщицы. И обязательно придумаем, с чем ее можно носить. Вот такие похвостушки. Ну и это, дорогие мои, еще не все. Вы читали, какая у нас сегодня тема? Сегодня у нас тема «Пляжная Боха». И что я хочу вам рассказать и показать. Вот, друзья мои, хожу я на пляж. Еще в этом году не ходила, конечно, но в прошлом году я вспоминала, как я всегда, идя на пляж, я всегда рассматриваю одетых женщин. Ну, про мужчин нечего сказать. На них шорты и футболки. Все. Все. Предел фантазии. Но женщины, как правило, одеты во что попало, на мой взгляд. Ну, никто не идет в чем-то красивом, ярком, воздушном, чтобы не мешало движению, чтобы смотрелось красиво. Но пляж – это такое же мероприятие, как и все остальные в жизни. Я, например, небольшая любительница прийти на пляж, побулькаться в воде и лечь, и загорать. Обычно я прихожу, булькаюсь, сижу в воде, заплывать далеко я боюсь, глубины боюсь, боюсь подводного течения, которое здесь есть у нас в Израиле. Ну, плаваю так вдоль берега, активно делаю какие-то упражнения там в воде, ножками, ручками. Я воспринимаю воду морскую, как такой процесс оздоровительный. Но даже на это мероприятие приятно же ходить в красивом виде. А так как мы здесь все любительницы Боха, то в чем мы должны ходить? Не пойдем же мы на пляж в джинсах и футболках. Ну, в шортах тоже я не могу пойти, потому что, ну, взрослая я девочка, поэтому не могу позволить себе надеть шорты и чувствовать какой-то дискомфорт. Так давайте будем ходить на пляж красивыми и не просто, а в нашем любимом Боха. Сказала я себе и пошла в магазин за тканью. И вуаля, родился новый костюм. Сейчас покажу. Вот такая получилась туника. Сейчас отложу немножко. Вот такая получилась туника. В нашем любимом стиле. Сочная, яркая и красивая. Посмотрите, сколько здесь оттенков. Сколько вариантов можно добавить одежды к этой тунике. Ой, ну не все сразу, ладно. А то я уже перехожу и начинаю вам рассказывать, с чем ее можно носить. Вернемся к нашему пляжному костюму. Вот такая туника в нашем любимом стиле. Рука в три четверти. То есть ручка наша не будет печься на солнце. Не будет излишнего загара. И будет прилично прикрыта. И вот такой вот край у этой туники. Смотрите, друзья мои. Вот такой край. Сейчас я вам покажу, предвидя, что вы начнете у меня спрашивать, как же все это кроится. Я здесь приготовила для вас выкройку, нарисовала. Девочки мои дорогие, туника ни одной выточки, ни одной. Смотрится просто великолепно, на мой взгляд. Штапель тоненький, но немножечко плотный такой. А может быть, как обычный штапель, не знаю. Но не прозрачный. То есть ваше белье не будет выделяться. И все-таки штапель дышит, натуральная ткань. Представьте, какое удовольствие идти в такой одежде на пляж. Но и это не все еще. Это же не только тунику я пошила, А еще и брючки. Сейчас повешу тунику. И брючки. Получился целый костюм. Вот такие замечательные брючки. И тоже ни одной выточки, друзья мои. Ну зачем нам выточки? Я собрала на резинку сзади брючки. Вот так, смотрите. И спереди сделала, чтобы не пузырилась ткань на животике. Я сделала просто такую планочку аккуратненькую. И получилось, что наши брюки широкие, свободные. И очень яркие и красивые. В общем, давайте, друзья мои, посмотрим, какой я лучок собрала с этим костюмом. А, да, еще забыла показать. Сейчас. Вот, девочки, чуть не забыла вам показать шляпу, какую я получила с Алиэкспресс. Ссылочку на эту шляпу я оставлю внизу, как обычно в инфобоксе. Это в описании под видео. Кто не знает, что такое инфобокс. Шляпа нежного такого цвета. Холодный, бледно-розовый. И самое главное, изюминка этой шляпы, это вставленная вовнутрь проволочка. Смотрите, какое чудо. Шляпа, на мой взгляд, я вообще не разобралась, из чего она изготовлена, но, на мой взгляд, это бумажная лоза. Вот так. Смотрите. Эту шляпу надеваем. И вуаля! Смотрите, какая прелесть получается. И это наше поле так чудно держится. Можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Смотрите. Смотрите, какая красота. Ну, просто нежная такая шляпа, натуральная, продувается. И как роскошно она смотрится. Смотрите, девочки, какое чудо. В общем, шляпа просто великолепная. Стоит копейки, а выглядит на все сто. Поэтому рекомендую вам заказать. И вот с этим костюмом эту шляпу вы сейчас увидите. Ну, давайте смотреть, дорогие мои, а потом продолжим. К этому чудному костюму, девочки, я добавила плетеную сумочку из бумажной лозы. Мне ее изготовила мастерица вручную. Желтые босоножки. И смотрите, как хорошо сюда подошло украшение, которое я вам показывала в прошлом ролике. Несмотря на то, что костюм пестрый, украшение все равно очень хорошо смотрится, на мой взгляд. А шляпа – это вообще чудо чудное. Вот видите, какой интересный образ получился. Сочный, яркий, летний, воздушный. Ну, почему бы нам не ходить на пляж в таком виде? И люди на вас будут смотреть с удовольствием, и вам будет приятно. Все, решено. Ходим на пляж Боха и красивыми, как райские птицы. Ну, что, дорогие мои, надеюсь, вам понравился костюм пляжный. А теперь давайте я расскажу вам, как я его шила и сколько тканей я взяла для этого. Я взяла 3,5 метра штапеля. Из этих 3,5 метров получилась туника, получились брючки и еще получилась вот такая повязка на шею. Смотрите. Ой, простите, на голову повязка. Ну, хотелось бы, чтобы был широкий шарф, который можно было бы повязать в качестве челмы на голову. Ну, я имею в виду не с костюмом, а то это будет слишком пестро, а отдельно, потому что этот костюм можно еще носить отдельно. Вот. Ну, я еще схожу в магазин, если там осталась такая ткань, возможно, я доберу. Но на сегодняшний момент у меня остался кусочек, вот я сделала повязку на голову. Потом напишите мне, оставить повязку или купить полноценный кусок на челму. Ну, что по поводу выкройки. Выкройка очень простая. Выглядит, друзья, вот так. Смотрите. Проще не бывает. Вот что хочу рассказать по поводу выкройки. Для девочек, которые шьют и не шьют, это просто и, в общем, понятно. Вот эта вот часть, это полочка, то есть передняя часть выкройки. А вот эта часть, которая, вот, это я вижу, насквозь просвечивается, поэтому я показываю вам. Вот вы спросите, что это такое? Это так раскроена задняя часть. То есть задняя часть ткани, вот в области горловины, немножечко приподнято. Можно, конечно, и без этого, девочки. Но я обычно делаю так. Раньше я так не делала. И потом, где-то увидела, услышала и исправила ситуацию. Теперь делаю так. Для чего, я сейчас объясню. Можно и не делать. Можно разложить кусок ткани и раскроить вот так, вот такую тунику и зашить ее вот здесь. Ну, то есть она, ткань перед тем, как кроить, я намочила и высушила и прогладила. Но эту ткань особо гладить не пришлось. Я ее расправила, она высохла и все. Так, немножко. Я все ткани натуральные, ну, я ношу только натуральные ткани. Во всяком случае, очень стараюсь. и если в них есть капелька там какой-то процент синтетики, то это в принципе не считается. Так вот, ткани я мочу перед тем, как шить, потому что они дают усадку. Так вот, для чего вот эта вот часть? Вот эта. Это для того, чтобы спинка не тянула у вас назад, девочки. Можно и без этого, конечно, но она будет съезжать назад немножко в процессе ходьбы, и вам придется все время ее немножко так натягивать, поправлять. Ну, кому это понравится, ходить и все время вот себя контролировать, одергивать и так далее. То есть, она будет постепенно так съезжать, съезжать назад. И сзади горловинка будет, ну, больше, чем положено, а спереди подниматься. Ну, нам же это не нужно, нам же нужно, чтобы одежда сидела комфортно, и вы в ней чувствовали себя свободно. Вот для этого во время кроя нужно сделать вот такую часть. Спинка выше полочки сантиметра на три, и не больше. И все, и потом вы стачаете эти две половинки. Ну, так как я ткань мочу, то делаю краю не по долевой, а по поперечной. Вообще, краю как мне вздумается, так спокойно, профессионалы. Я не профессионал, поэтому могу себе позволить. Что хочу, то и ворочу. Краю как вздумается. Вот такая вот простая выкройка, и очень вам рекомендую попробовать. Вы у меня когда-то уже спрашивали, и по... А, да, хочу еще рассказать. Зашиваете вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот так, а эту часть не зашиваете. Когда эти края свисают, они получаются очень интересно и красиво так спадают. в общем. Рекомендую попробовать. Кто не шьет, тому рекомендую попробовать. А кто шьет, для тех, для тех, это дело очень простое. Ну, а брюки, брюки как брюки, что там их кроить, это тоже выкройку на них я вам показывать не буду. Ну, а если сильно уже понравится и захочется, то уже ладно, нарисую, уже в следующем ролике покажу. И еще хотела сказать по поводу расцветки этого костюма. Этот костюм будет у вас не только для пляжа. Девочки, посмотрите, сколько цветов здесь. Наверное, 4 или 5 цветов. И розовый, и зеленый, и белый, и черный, и терракотовый. Представьте, сколько вариантов можно добавить сюда и носить этот костюм с другой одеждой. Распаруете его и будете носить брючки отдельно, например, с белой туникой или эту цветную тунику можно надеть с брючками любого из цветов, которые здесь есть. И сейчас вы увидите в другом варианте. Я добавила к брючкам другую тунику, обувь, украшения. В общем, и получился совершенно другой образ. На сегодня, дорогие мои, это все. Пишите мне ваши комментарии, какой образ вам больше всего понравился. Вы же знаете, я с большой радостью и удовольствием их читаю. Ставьте мне лайки, если вам понравилось это видео, потому что YouTube быстрее продвигает видео, когда больше лайков. Я не знала об этом, а теперь знаю, друзья. Подписывайтесь на канал. Я всегда рада новым гостям и подписчикам. Я с вами прощаюсь, дорогие мои. Желаю вам всего самого наилучшего. Буду ждать вас в следующем ролике с радостью и любовью. Как всегда. Пока-пока. Вот, девочки, смотрите, я распоровала костюм и получились такие универсальные многоцветные брючки. Под них можно много чего надеть. Добавила другую сумочку и красные сандалии. Вы просили у меня когда-то ссылочку на эти сандалии. Вот сегодня я вам оставляю в инфобоксе ссылочку. Узнаете украшение и браслетик? Браслетик мы с вами делали вместе. Я вам показывала маленький мастер-класс. Одна из моих подписчиц это украшение назвала «Застывший огонь». И это название мне очень-очень понравилось. Кстати, украшение уже нашла свою хозяйку. Украшение и браслетик. За ними должны приехать девочка должна приехать. Вот такие вот такой образ получился. Еще много чего можно придумать с этими плечками. Я вам желаю, друзья, мирного неба над головой и только хороших новостей. Скоро увидимся. Увидимся.